Расскажите кому-то из новых видео, как зарабатываете и что думаете по поводу современного бума криптовалют. А, значит сразу скажу, в криптовалютах я не разбираюсь ноль, поэтому я здесь вам не советчик. Значит, как зарабатываете и что думаете по поводу... Я, честно и откровенно, вообще не думал особо зарабатывать в этой жизни. Да, можно сказать, только что необходимо, вы видите, сделал. Я работал раньше работу, ну, будем говорить, я там искал. Значит, это был профессиональный спорт, немножечко. Когда меня содержали, я там штангу поднимал. Потом все это дело кончилось. Ну и после спорта я вот остался, будем говорить, ну, без профессии там. Как-то тренером я не особо там. Ну, что-то там не получилось с тренером работать. Хотя до этого я работал тренером, все это нормально. Но стала семья. И надо было бы подумать о более таких существенных деньгах. Вот. Я, значит, работал на кондитерской фабрике, машинист холодильной установки. Самостоятельно выучился я. Не имел корочки, но выучился. Далее. Водолазом-спасателем для того, чтобы было больше времени, чтобы заниматься все этими вещами. Это еще было, когда мне, ну, где-то лет 30 было. Вот. И потом, потом, это где-то в 90-м году, уже я был начальник спасательной станции. Более-менее нормально зарплата. Ты сам себе хозяин. То есть можно было жить. Ну, я ухожу с работы. Вот это был такой смелый шаг, который потребовал внутреннего усилия. Понимаете? А как? Вот ты привык ходить на работу. Ты привык, что тебе там платят деньги. А то ты ушел. Ты стал безработным. Вот где-то в 90-м, в 91-м году я это сделал. Я уволился. Меня хотели отпускать. А я сказал, да-да-да, нафиг. Я не буду ходить на работу. Ну и, значит, подписали, уволили меня. И я начал заниматься, вот, целиком посвятил себя тому, что начал писать книги, там, читать лекции. Это потихонечку начало приносить свои какие-то там денюжки. Довольно-таки хорошие потом. Вот. И, наконец-таки, когда начали их уже где-то в 93-м, 94-м годах печатать в Санкт-Петербурге. И это продолжалось где-то до 2000 примерно второго года. Вот где-то с 93-го по 2000, так сказать, второй, третий год. Это был такой бум. Ну, особенно до 2002 года. Я, значит, зарабатывал деньги за счет того, что продавались мои книги. Рекламы не было никакой. И если бы книги не работали, естественно, никто бы их и не покупал. Так, дальше где-то с 2003-го, 2004-го года получился такая интересная просадка в жизни. Я почувствовал, что тут уже и книги особо не это. Тебя не кормят, потому что я, как частный предприниматель, чувствую, что тяжело с этим делом. Вот. И я как раз еду к своему издателю договариваться в Петербург о, как бы сказать, новом витке издания моих книг. И тут как раз в 2006-м году подключается телевидение, меня приглашают на телевидение. То есть тут я уж хочу сказать так. Я дал работу книжникам, дал работу телевизионщикам, что вроде бы они меня пригласили, но на самом-то деле воспользовались мной для того, чтобы и передача была, для того, чтобы книги продавать. И с 2006-го года начинается новый бум по продаже книг. Ну, естественно, телевидение там хорошие заработки. Очень хорошие. Вот это все, значит, помогло мне. Ну, сами понимаете, чем больше деньги приходят, тем больше ты как-то тратишь. С деньгами тоже надо быть осторожны и, так сказать, задумываться над этим. Потому что когда в 2010-м году я ушел с телевидения сам, деньги быстро закончились. Ну и хорошо, что вот появилось где-то в 2011-м году, это был канал на Украине, доброго здоровьица, вот там, он говорит, нормально прошел этот год. И в 2012-м году меня пригласили на восьмерку, вот там более-менее нормальные заработки были. А так бы, знаете, все, что заработалось, можно было спустить. Потом меня приглашают обратно в 2013-м году, нет, в 2012-м году под конец года, на телевидение, также первый канал. Константин Львович пригласил меня, говорит, я хочу опять повторить успех передачи Малахов плюс Малахов. Что для этого надо? Я сказал, что для этого нужна команда, которая была. Ну и там я уже сам назначил себе зарплату, от которой, конечно, там некоторые были в шоке, но тем не менее, все это прошло нормально. Вот, и это явилось, как бы сказать, тем, что удалось перед пенсией кое-чего там скопить. И теперь, теперь, я на пенсии, как вы зарабатываете? И теперь я на пенсии, ничего я не зарабатываю, а живу на то, что было мной заработано. Вот, вот так вот. Где-то достаток, но на мою семью, вернее, не достаток, а где-то получается, ну, примерно около 50 тысяч. Вот, это, значит, я, жена, надо помогать дочке, надо помогать еще кое-кому, об этом как-нибудь я расскажу. Плюс надо еще помогать родне, родня-то оказалась не удел, ей тоже надо помогать. Ну, вот, вот так вот я проживаю. Проживаю. И должен сказать, что вот такая была ситуация. Когда не было денег, вот как заработать деньги? Когда деньги появились, ой, что с ними сделать, куда их вложить, чтобы не потерять? Вот такие дилеммы тоже были. Поэтому в данный момент, в данный момент, я думал, думал, заработать на целебной кулинарии, я вложился в это дело, то есть деньги не просто для того, чтобы мне были нужны, вот тогда, когда я хорошо получал, в 13-м году, на Первом канале, весь 13-й год, и месяца 2-3, 14-го года. А я понял, что передача-то уже пошла не туда, куда надо. Я вложился в творчество, а именно, возможно, вы там видите за мной все эти кинокамеры, я там приобрел, они там где-то там стоят, под лимон. Я приобрел вот это вот, компьютер, монитор, и прочие-прочие вещи, вот эти вот еще, прибамбасы. Думал вложиться в творчество, я в него вложился, но мое творчество оказалось в данный момент не затребованное. Именно программы целебной кулинарии, созданные для телевидения, их кроме комсомольской правды в начале никто не брал. Кстати, такая программа, одну которую вы смотрите вот по 20 минут, она в среднем где-то стоит около 200 тысяч рублей. Так что, если бы у меня взяли, было бы, конечно, очень хорошо, но увы. Поэтому я не бедствую, но и не шикую.